МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска ООО «Банк Саратов». Новая веха в истории Думы. На первом заседании депутаты утвердили структуру областного парламента. Сделать Саратов спортивной столицей Поволжья. Профильный министр встретилась с журналистами и рассказала, как будут воплощать в жизнь грандиозный региональный проект. Тест на профпригодность. В Саратове проходит всероссийский чемпионат по рукопашному бою среди сотрудников наркоконтроля. Добрый вечер. Вы смотрите программу события Саратов в студии Екатерины Игнатьева. Сегодня прошло первое заседание областной думы 5-го созыва. На нем парламентарий избрали председателя регионального законодательного собрания, его заместителей, глав комитетов и саратовского сенатора. Помимо организационных вопросов, депутаты обсудили проект регионального закона о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до 3-х лет. Кроме того, они внесли изменения в закон о предоставлении жилых помещений в Саратовской области. Репортаж Марии Смирновой. В предвкушении готовы открыть новую веху в истории думы 5-го созыва. Парламентская команда заметно помолодела примерно на 60%. Именно столько законотворцев сегодня впервые перешагнули порог думы в новом для себя статусе. Поскольку являюсь профессиональным экономистом-финансистом, поэтому я буду работать в рамках поддержки и развития экономической политики Саратовской области. И там есть определенные наработки и решения. Ну и в рамках, так сказать, всей остальной деятельности, именно депутатской в рамках наказов, этот вопрос в основном связан с ЖКХ. Распределяют сферы ответственности, в какое русло могут направить собственную энергию, знания и опыт. Сегодня я написал заявление и хотел бы поработать в комитете по культуре, общественным отношениям, информационной политике, в комитете по спорту, делам молодежи и туризму, и в комитете по местному самоуправлению. Думаю, что могу принести пользу в работе этих комитетов. Буду, конечно, отстаивать интересы прежде всего избирателей своего избирательного обруга, Маркевского района, Энгельского района. Жилищно-строительный – это основное, то есть по строительству, то, что меня, по виду моей деятельности, я этим занимаюсь. Так что это основное. Ну, наверное, физкультура, спортивный комитет, потому что я на самом деле мастер спорта, мне это близко, знакомо и интересно. На первом заседании утверждает структуру областного парламента, начинать с выборов спикера. Большинством голосов выбирают Владимира Капкаева. Также определяют число комитетов, их 10, их состав и руководителей. Последние – только те, кто уже подкованы в той или иной сфере. Состав представлен практически и по отраслям, и по профессиональному признаку. Это очень важно. Раньше такого не было. Надо подчеркнуть, это впервые Дума 45 человек. Поэтому это очень большая сила. Свою оценку обновленному составу дают коллеги по законодательному цеху более высокого ранга. Депутаты Государственной Думы приехали высказать свое мнение в отношении выборов в Саратовской области. Большой процент поддержки говорит о том, что жители Саратовской области поддерживают курс президента Владимира Владимировича Путина на стабильность, на развитие и на дальнейшее улучшение благосостояния жителей Саратовской области. Поэтому думаю, что от депутатов Саратовской областной думы жители сегодня уже ждут решения социальных вопросов, решения стабильности. Вместе с федеральной властью намечают ближайшие задачи. Среди первоочередных принятие регионального бюджета и решение проблем в социальной сфере. Их пока еще много. В среде у нас закон о здравоохранении, закон о охране окружающей среды. Есть законодательства, которые связаны с передачей полномочий. Поэтому очень много таких. Но самое основное, я думаю, это принятие регионального бюджета, от которого будут зависеть будущие регионы. Уже сейчас говорят на одном языке. Голосование, как подтверждение думского единогласия. Команда единомышленников, команда профессионалов и инициативных, на мой взгляд, я считаю, людей. Все получится. Все получится. У нас все получится. Когда организационные вопросы остались позади, перешли к первым законотворческим инициативам. Предложили выплачивать деньги за третьего ребенка. Единогласно поддержали. Достаточно хорошим подспорьем 60 тысяч рублей. Я думаю, в каждую семью будет. И тем более важно то, что на данном этапе солидные финансирования с федерального бюджета 90 и 10 процентов наших. Такие, конечно, решения мы только приветствуем. Приняв необходимые для первого заседания решения, разошлись. Оставив в думских коридорах ветер новых законодательных перемен. Со своими идеями и взглядами депутаты готовы говорить от имени избирателей, которые поверили в них и поддержали. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов. Эффективно распределить дополнительные доходы. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел специальное совещание по уточнению бюджета текущего года. В результате экономии доходы российской казны стабильно превышают расходы. Как подчеркнул председатель правительства, это дает возможность использовать дополнительные средства для решения важнейших задач. Прежде всего, социального порядка. Речь идет о серьезной сумме – 322 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на развитие дорожной и энергетической инфраструктуры, на строительство развязок, фонд содействия реформированию ЖКХ, а также на решение других не менее важных задач. Часть средств пойдет на региональные дотации, которые должны обеспечить сбалансированность бюджетной системы. Кроме того, у нас есть неотложные нужды, которые возникают каждый год. Этот год был засушливый и тяжелый для сельского хозяйства, поэтому мы должны профинансировать мероприятия по преодолению последствий засухи, как мы и обещали аграриям. Есть проблемы такие, как пожар в Саратовском театре юного зрителя. Он практически полностью сгорел после пожара. Но надо тоже помочь им будет. И целый ряд других идей, которые следовало бы осуществить. Отмечу, обсуждение вопроса по оказанию помощи Саратовскому ТЮЗу продолжится завтра. В Москве запланирована встреча губернатора области Валерия Радаева с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, на который эту тему рассмотрят более детально. Специализированная техника к зимнему сезону готова почти на 90%. Об этом стало известно на специальном совещании в городской администрации. Председатель профильного комитета доложил, как обстоят дела с готовностью спецмашин к борьбе со снегопадами и зимней стихией. Кроме того, в этом году будут работать 11 специализированных трамваев по чистке рельсов от снега и наледи. Об итогах совещания расскажет Екатерина Рысева. Подготовка к зиме в Саратове идет полным ходом. Грейдеры, снегопогрузчики, самосфалы стоят под парами и готовы в любую минуту нанести сокрушительный удар зимней стихии. В этом году на уборку улиц областного центра задействуют порядка 300 единиц техники. А для безопасности дорожного движения уже закупили десятки тысяч тонн песка, соли, реагентов. В настоящее время переоборудуем технику к зимнему содержанию дорог. Вот, комбинированные машины, значит, ставим бункер, кузов с транспортером и с разбрасывателем реагентов. Городские власти ставят задачу. Ни один из ожидаемых снегопадов не должен стать неожиданностью. Диспетчерские службы должны работать как часы и своевременно реагировать на капризы природы. Особое внимание, с учетом того, что, как всегда, снегопад обычно вечером, выходной день или в праздник. Поэтому работа диспетчерских служб обязательно в порядке проверять, контролировать. Это такой, чтобы человеческий фактор, который подчас как раз мешает получить хороший результат, чтобы мы максимально исключили. Очистка тротуаров по современным стандартам. В помощь людям городские власти закупили спецмашины. Было принято решение нами закупить технику, которая будет работать на тротуарах. Почему мы и начали выбирать конструкции, которые у нас ставят на тротуарах различного рода, мешающие проезду. Это специализированное тело. Но на этом направлении надо работать, чтобы там, где нет возможности работать с дворником, работала механизированная очистка тротуаров. На пути новых технологий некоторые рекламные конструкции и торговые объекты. Снести их пока не удается. Приходится ждать, пока закончится срок аренды. Большую часть убрать, 12 дает. Там еще аренда должна. Сколько там? Куда-то два, три осталось. Да, приблизительно. А одного дает, по-моему, 12 там лет. Вот здесь ситуация. Сделать мы ничего не можем. Нам никто не помогает. Эта прокуратура нам не помогает в этом вопросе. Соответственно, межпределенная очистка зоны общественного пользования горожан, она под угрозой. Потому что там не всегда может техника проехать и вовремя убраться. Председатель профильного комитета уверяет руководителей города. Подготовка дорожных предприятий выполнена уже на 80%. Оставшиеся работы планируют завершить до конца недели. Екатерина Рысева, Юрий Касабрюков, ТВ-центр, Саратов. Здоровая спортивная атмосфера по всему региону. Сегодня в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма прошла встреча руководства ведомства с журналистами. В ходе разговора министр Нелли Абреленок отметила, что главным для области является строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов. Сейчас распределение бюджетных денег идет по двум направлениям. Взаимодействие с муниципальными районами и поддержка спортивного резерва. Дело в том, что области нужны как глобальные спортивные объекты, так и легкие тренировочные базы. О планах масштабного строительства расскажет Жанна Гольцова. Мы себе ставим задачу, чтобы все-таки каждая наша школа Олимпийского резерва имела свой спортивный объект. Ставят задачу максимум. Сделать Саратов спортивной столицей Поволжья. И твердыми шагами идут к своей цели. Глава областного Минспорта Нелли Абреленок рассказывает о том, какую работу уже удалось проделать. С Валерием Васильевичем мы выезжали, встречались с министром Мутко Виталионовичем. Полтора часа длилась встреча, очень тяжелая была встреча. Первую половину доминировал Мутко, министр. Потом мы все-таки вдвоем сумели найти те слова, донести до Виталионовича ту боль, то наше положение. Чтобы воплотить в реальность амбициозные планы, нашли понимание с Федеральным министерством спорта, которое помогло Саратову вступить в программу строительства спортивных объектов. Только за прошедшее лето в регионе удалось возвести несколько крупных комплексов, таких как плавательные бассейны в Балашове и поселке Юбилейный. Пожелать хочу всем ребятам, чтобы довелись своих целей, потому что сейчас создаются у нас в нашем городе все условия для того, чтобы можно было это делать. Новый фокус, очень хороший фокус, сейчас мы по нему прошлись. Там все есть, все замечательно. Остается только лишь работать, работать и добиваться каких-либо успехов. Блестящая победа Ильи Захарова на Олимпийских играх только укрепила уверенность в том, что водные виды спорта нуждаются в особой поддержке. 500 бассейнов – так называется новая целевая программа, которую уже начали воплощать в жизнь. Главный объект планируют построить в Солнечном. Им станет огромный плавательный комплекс с тремя чашами, прыжковой зоной и трибунами на полторы тысячи зрителей. По начинке будет такой же, как в Пензе. По фасаду, конечно, будет другой. Плюс ко всему вот этот проект мы, естественно, будем сейчас адаптировать к нашей земле, к нашей местности. Глава министерства подчеркивает, ни один вид спорта не останется без внимания, чтобы создать для будущих чемпионов максимально комфортные условия для тренировок. Проблема пока лишь в финансировании, но ее планируют решить за счет средств спонсоров и помощи из федерального бюджета. Жанна Гольцова, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов. Победы российской сборной на Паралимпийских играх в Лондоне называют феноменальным прорывом. Второе место в общекомандном зачете. Всего 102 медали, из которых 36 – золотых. В состав победителей вошли пять саратовских спортсменов, два из которых даже поставили новые мировые рекорды. Мастер своего дела Анжелика Косачева стала бронзовым призером по настольному теннису. К этой победе шла всю свою сознательную жизнь. Один день с ней провела Ксения Якубина. С самого начала, это вот первая медаль. Точка отчета ее спортивных успехов, которые здесь, как на ладони, с трепетом хранит даже самые незначительные награды, потому что каждая – залог ее большого успеха. 12 лет в пионерском лагере начала в теннис играть. Никто не умел играть, а ее вызвали. Говорят, кто будет играть в теннис? Она говорит, я. И все, и началось. И как будто у нее… По-моему, это природа нет. С детства ее спортивный талант заметили профессионалы. Тогда Анжела стала участвовать в международных соревнованиях. На холодильнике – география ее путешествий. Не все из которых уже может вспомнить. Но победу в Лондоне она не забудет никогда. На словах не скажешь. Надо почувствовать, когда ты встаешь на пьедестал, и очень много народу, и тебе все хлопает, и со всех сторон тебе щелкает. Анжела завоевала бронзу на Паралимпийских играх 2012. К этой победе шла долгие годы. Сейчас ей 30 лет. Но на соревнования такого уровня попала впервые. Эта медаль стала ее входным билетом. Чемпионат Европы, вот, золото, квадратное. Впервые спортсменка с нарушением интеллекта завоевала такую награду. Для спортивных корифеев это была неожиданность. Для Анжелы – заветная цель, которая готовилась не только физически. Если психологически ты не готовишь, хоть сколько ты физически тренируешься, то есть ты ничего не сможешь. Тренировки пять дней в неделю. В этом зале многие помогали Анжелике оттачивать мастерство. И каждый болел за ее победу. Все игры смотрели, наблюдали за счетом, переживали. Анжела, давай. Очень эмоционально. Для Анжелики это не просто спортивная победа, а настоящий жизненный рекорд, который поделил ее судьбу на до и после. До парлампиады я была никто. Меня никто не замечал, никому не интересно. И после парлампиады я стала кем-то чувствовать себя, просто уважать себя. До победы привыкла стыдиться того, что не такая, как все. После научилась этим гордиться. Хотя в детстве мечтала о неспортивной профессии. Хотела быть милиционером. Мечтала защищать слабых. Форма мне нравилась. Тебя уважают. Желание защищать слабых хранило в душе всю взрослую жизнь. И своей олимпийской победой исполнило ее. Провозгласив достоинства тех, кто физически чем-то обделен. Что мы ни на что не способны. Но мы доказали, что мы можем все это сделать. Мы можем быть так же, как с другими. Но равны возможности, со здоровыми. На олимпийской победе Анжела не остановится. Хочет завоевать золото через 4 года в Рио-де-Жанейро. А в будущем стать тренером. И никогда больше не опускать планку до условного ограничения ее беспредельных возможностей. Ксения Якубина, Вячеслав Саленков, ТВ-центр, Саратов. Спорт для настоящих мужчин. В городе открылся всероссийский чемпионат по рукопашному бою среди сотрудников наркоконтроля. Несколько сотен человек из разных регионов страны приехали в Саратов, чтобы сразиться за звание лучшего. Победителей будут выбирать как в личном, так и в командном зачетах. На торжественном открытии чемпионата побывала Вероника Арапова. В зале почти 200 человек. Каждого из них по праву можно назвать настоящим мужчиной. Спорт для них не просто увлечение. От физической подготовки зачастую зависит их жизнь. Всероссийский чемпионат по рукопашному бою среди сотрудников наркоконтроля. Своеобразный тест на профпригодность. Мы работаем с детьми. И вот то, что мы сегодня проводим в Волжских Далях, это соревнование. Цель одна – достичь спортивного мастерства, спортивных решений. И, естественно, показать молодежи, что только занятие спортом приведет именно к достойному жизни, достойному нахождению на этой земле. Открытие проходит в торжественной обстановке. Пока участники демонстрируют навыки строевой подготовки. А гости чемпионата, воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот» еще раз доказывают – есть в мужской профессии место и слабому полу. Команда из 29 регионов России. Каждый прошел жесткий отбор. В составе саратовской команды – лучший из лучших. Один из участников – многократный чемпион Алексей Олейников. Мне очень нравится служба. То есть это образ моей жизни уже. Погоны, спецназ и так далее. Финальная разминка – последняя возможность сконцентрироваться. За плечами годы тренировок и всего лишь пять минут, чтобы показать все, на что способны. Судить чемпионат будет гость из столицы. В первую очередь психологическая подготовка, потому что можно много чего выучить, но этот боевой практический опыт, который они получают здесь, отстаивая честь своего подразделения, это можно приобрести только в бою. На площадке дежурит бригада скорой. Организаторы признаются – нередко в ходе боя спортсмены получают травмы. Уже в первом поединке потребовалась медпомощь. С разгромным счетом 11-2 побеждает сотрудник наркоконтроля из Московской области. Главное – бороться, достигать и ни перед чем не останавливаться, как в рекламе «Найка» – «Джаз дует», сделай это. Вот и все. Для этих спортсменов все только начинается. Еще два дня мастера спорта, разрядники и чемпионы прошлых лет будут соревноваться и доказывать, кто из них достоин звания лучшего. Вероника Арапова, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов. Раскрылись секреты пожарной профессии. Показательные выступления для школьников Ленинского района устроили профессиональные огнеборцы. Они не только провели экскурсию по пятой пожарной части, но и продемонстрировали навыки своего мастерства. В конце своеобразного мастер-класса школьники и сами смогли почувствовать себя настоящими пожарными. Каким образом, расскажет Мария Смирнова. Глоток искусственного воздуха в условиях импровизированного выживания. Школьникам открывают двери в профессиональную жизнь пожарных. Начинают с ярких спасательных моментов. Тушат настоящий огонь, которому только что сами дали жизнь. Это малая часть, которую мы можем здесь имитировать и показать. Профессия пожарного входит в пятерку опаснейших профессий в мире даже. Поэтому сами посудите, что это сложная и опасная профессия. Спасательный ликбез продолжает в кулуарах части. Раскрывает всю подноготную боевых пожарных машин. Предназначено у нас для доставки личного состава, места пожара, огнетушащих веществ. Объем цистерны у нас 2350. Есть еще и пенобразователь, который при помощи выбрать пену, натушение. У нас там 165 литров. И даже дает попробовать все тяжести этой профессии. Это трехколенная лестница. Это штурмовая лестница. Можно даже попробовать ее приподнять. Поймешь, что она далеко, нелегкая. Достаточно. Нелегкие пожарные будни скрашивают психологическим комфортом. Умиротворяют аквариумные рыбы, шахматы и сон. В ночное время в комнате отдыха дежурного караула включается дежурное освещение, которое выглядит вот так вот. Для того, чтобы личный состав видел пути движения в горах боевых машин. С чрезвычайным размахом подготовились ко встрече школьников. Похожий на батут, так называемый куб жизни. И четвертый этаж – масштабная декорация перед очередным эффектным марш-броском. Страшно, наверное, не было. Было интересно. Ну, захватывает. Это, на самом деле, работа очень захватывает. Устаешь, но уже в конце, когда понимаешь, что все сделано. А так, нет. Страх появляется потом, когда понимаешь, что, опа, что-то не то было. Поделились бытом и секретами пожарной профессии. Практическая экскурсия превзошла скромные ожидания школьников. Ежегодно на базе подразделений проводится день открытых дверей. Со всего Ленинского района и даже города Саратов приезжают школьники, учащиеся. Мы показываем, демонстрируем ту технику, те служебные бытовые помещения, которые есть в наличии в нашем подразделении. Дети восторженно аплодируют, кричат. Не отпускает подростков без экзамена, предлагает одесса в пожарную форму за рекордные 15 секунд. Так, школьники лучше прочувствуют щепетильность профессии огнеборца. Романтичный на первый взгляд и столь же опасный. Отзывай. Мария Смирнова, Вячеслав Соленков, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов. Таковы были главные события к этому часу. Более подробную информацию ищите на интернет-канале forpost.tv. Там вы можете оставить свои комментарии и пожелания. Далее смотрите программу «Прямая речь». Сегодня гость в студии министр культуры Саратовской области Светлана Краснощекова. Мы с вами увидимся менее чем через полчаса. Следите за новостями на нашем канале. Спонсор выпуска ООО «Банк Саратов».